Добрый день! Массажная студия Михаила Гусь. Сегодня мы говорим о том, как массаж влияет на сын. Будем делать массаж всего тела, да? Да, мы будем делать массаж всего тела. По проблемностям пациента. Перед нами спортсменка находится. Как ты это понял? Вы можете видеть вот эту вот замечательную голень. Ну, это, в общем-то, видно по мышцам. Как только она зашла в кабинет, да? Да, как только зашла, мы сразу увидели, я сразу понял, что это непростая клиент, что это спортсмен. Вот, поэтому работать нужно будет выкладываться по максимуму. А каким спортом занимается? Каким спортом занимается? Так не видно по телу, да? Ну, сложно сказать. Ну, ладно, я знаю. Я немножко знаю модель, поэтому... Блин, не получилось. Это атлет. Занимается бодибилдингом. Сон является неотъемлемой частью хорошего качественного восстановления. Как, собственно, массаж массаж, массаж влияет на сон. Вспомнили? Вечером. Хорошо это будет очень... Такой массаж спортсменов делать вечером. Или после тренировки? Можно после тренировки. Но в этом случае, для того, чтобы сон был полноценный, хороший, глубокий, я бы рекомендовал делать массаж уже во второй половине дня. Да, лучше даже... Это правильно, 100% осылать. После 5-6. Центральная нервная система уже будет успокаиваться. И так или иначе, мы уже будем подготавливать организм к тому, чтобы ходить ко сну. После хорошего массажа вам так или иначе будет... Будет хотеться спать, вы уже встанете и истощитесь, особенно если это будет после тренировки. Так все-таки, как массаж помогает сну? Что нужно помимо массажа для сна? Помимо массажа для сна, нужно желание и понимание того, что... Вообще, сон является неотъемлемой частью восстановления. Наверное, будем говорить все-таки о восстановлении. Хорошо. Восстанавливаться мы можем разными способами. Массаж это отличный, отличный способ восстановления. Массаж он улучшает кровать. Успокаивает центральную нервную систему. Извини, пожалуйста. Ты сейчас заработался и, короче, по два раза проговоришь. Да, но все нормально. Я когда переживаю и когда сильно начинаю срабатывать, такая фигня у меня тоже есть. Ну, короче, будем разговаривать вместе. Без... Вот, например, она сходила на тренировку, да? Она имеет по тренировке возбужденное состояние, да? Возбужденная нервная система, что иногда очень сильно мешает уснуть, правильно? Когда ты возбужденный, ты не можешь расслабиться, да? Если нервная система не может расслабиться, то и мозг не получается отключить, правильно? Да. Да. И когда ты приходишь на массаж-восстанавливающий, да? Правильно ты говоришь, вечером нужно приходить? Тело ее расслабляется, спазм уходит в свое тело, нервная система расслабляется. И получается, человеку легче много погрузиться в сон и уйти в него, правильно? Да, за счет того, что мы расслабили, сняли спазм в мышцах и в нервной системе. В нервной системе тоже, да. Поэтому спортсменам рекомендуется, если у вас есть такая возможность, то как можно чаще ходить на массажи и ходить на спортивные массажи. У крутых спортсменов каждый день массаж, правильно? До тренировки и после тренировки. До тренировки разогревающей, после тренировки восстанавливающей. Да, у нищих или недофинансированных только спорт и по праздникам раз в неделю, два раза в неделю массажики. И еще банька, да, тоже банька очень хорошо. Тоже хорошее, отличное. Да. Мы свое время так же не можем. Вот смотри, спортсменка, да, вроде должна вести отличный и правильный образ жизни. Чего у нее ноги плохо краснеют? Мало воды пьет? Ты хорошо краснеешь, ты хорошо краснеешь. Нет, нет. Проблема не в тебе, я считаю. Видишь, именно гиперемия чуть-чуть ухудшена. Нужно увеличить потребление жидкости, правильно? Да. Улучшать потоотделение. Увеличивать потребление жидкости мы можем всегда. И это всегда будет приносить пользу. Но не больше сколько килограмм? Ой, килограмм литров? 5-7? Ну, не знаю, нет такой цифры. И все зависит индивидуально от вашего и сложения, от вашего метаболизма и от вашего веса в первую очередь. Сейчас мы перейдем на спинку. Угу. Вот у нас хорошее. Чуть-чуть и так. Без масла ей будет не очень комфортно. Не, выровняй ее. Там уже мало. Стоячим надо брызгать. Пошло? Да. пары. В общем, массаж. Видишь? Поеду все. Надо убрать. Отойти. Не убрать. Отойти. Ну, здесь гиперемия, смотри. На спинке лучше. Ты же видишь? Вот это же разница. На спине гиперемия лучше, здесь гиперемия хуже. И нужно разбираться, в чем именно проблема. Но повышение употребления жидкости, банька, массажики. Я тебе отвечаю. Сколько было клиенток, которые присутствуют. Но еще нужно что? Убирать кофеин, никотин. Кофеиносодержащие компоненты, никотиносодержащие компоненты. Потому что без них, даже если она будет увеличить потребление жидкости, все равно будет спазм происходить. Когда мы приняли ж никотин и кофеин, все равно в сосудах спазм происходит. И сколько ты масла, и не масла, и покраснений нету. Кожа стареет. Ей становится... Ей еще становится для кожи хуже, хуже, хуже и хуже. Хорошо, разогреем сейчас спину. Это ягодица. Это является частью спины. Самая нижняя часть. Потому что у нас вообще массаж общий. Всего тела. Но спина. Вот что у нас. Раз, два и три. Воротниковая зона, спина и поэстично крестовое отделом. Поэстично крестовое отделом, так или иначе входит. Или выходит. Входит. Входит, да? В зону выработки спины. Масло подачи, пожалуйста. Давай мы тебе попщикаем. Давай. Вот так. Видишь? О, как хорошо. Отлично. Ты знаешь, я в предыдущей моей профессии стоял за камерой и маслом брызнул. Масло налил, да? На девочек. Профессионально налил масло. Так, сейчас ножки плюс-минус проработал. Спинку плюс-минус проработал, да? И чтобы был, грубо говоря, полный, да? Всего тела. Мы перевернем. Девушка попросила лицо ей прикрыть? Нет. Можно не прикрывать, да? Нет. Хорошо. Если краска стыда. Как только спинку да проработаешь, я дам полотенечко и будете переворачиваться. И эти полотенечко тоже сверху бельем прикрашиваются. Девушка проработаем. Да, ты так крутая. Мы не можем этой части не уделить внимания. Абсолютно честно и правильно. Это очень важно. Потому что в повседневной жизни мы сюда никак не можем достать. Лишь только, когда мы укладываем руку сюда, у нас лопатка отодвигается и у нас появляется доступ к этой вот, собственно, зоне. Которую в подседневную жизнь мы ни при каких... Говорят, не оторвешь? Нет. Нет, не оторвешь, все правильно. Да бережно, бережно. Там можно сильно на сегодня торваться. Да, к тому же, здесь соединительные ткани крепкие. Девушка крепкая очень. Поэтому... А с виду так и не скажешь. Что крепкая. Девочка маленькая, тендитная. Чей-то все обманчивое. Да, все обманчивое. Все в мире обман. Только не то. А коронавирус? Мне кажется, коронавирус тоже обман. Просто раскручивает его. Ну... Пока по статистике людей от гриппа умирает не больше, чем от коронавируса. Интересно, нас не забанят за это? Узнаю. 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 Теперь за правую лопатку мы тоже залезем. Ощущения может быть не из приятных. Нормально. Но... Вот, кстати, не спортсмены не понимают, как лопатку прорабатывать. Спортсмены, которые чувствуют свое тело, чувствуют, что происходит. Вот они будут благодарны за проработку лопаточной части. Оно отзовется завтра, послезавтра. Такой вот... Видишь, как на видео руки налиты такие? Угу. Как накачанные. Угу. Прикольно. Болью... Но боль это будет приятная, будет как крепатура. Думаешь, вспомнит она о тебе завтра? Конечно. Ну... Не раз. Ха-ха-ха. 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 Хорошая у нас профессия, согласись? Конечно. Она вспоминает постоянно. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха. Здоровая в плане не перейми и работает все хорошо. Да. А с ногами надо сказать ее мужу, чтоб по жопе ей давал. Чащик, да? Чащик. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Даже если хорошо сделать воротниковую зону, то качество сна уже улучшится. Вернется. Потому что что расслабиться? Мышцы воротниковой зоне, мозг, нервная система начнет расслабляться. А если стопы еще захватить, там вообще у нас отражение всех наших внутренних органов, всего нашего тела на стопе. И она будет сейчас, я уверен, по-любому морщится, когда ты ей стопу прорабатываешь. А если еще пальчиком туда глубоко залезть, она а-а-а, но потом уже к концу мусора а-а-а. Да, да, да. Все это элементы качественного сна и качественного восстановления. Кстати, без сна тупо человек восстанавливаться не будет. Да, как и без еды. И без воды. И без воды, да. И без воздуха. А вопрос, почему спортсменкам перед соревнованиями нельзя заниматься любовью? Или это олимпийским спортсменкам? Я думаю олимпийским. Ну там вообще сложности возникают уже очень все серьезно у олимпийцев. Там тренировки идут уже разные по нагрузке. До овуляции, после овуляции. Там все очень сложно. Там процесс тренировочный уже строится. Все проработали. Отталкиваясь от того, какая фаза сейчас овуляции. Да я не знаю нагрузки, наверное, чтобы не слышала такого. Но могу предположить, чтобы избежать лишних трат калорий и энергии. Потому что подготовка к соревнованиям... И чтобы морально на нее отвлекалась, да? Все, мы отворачиваемся, а вы быстренько переворачивайтесь, прикрывайтесь. И на спинку, пожалуйста. Руки покажи. Вот эти руки. Сейчас подъем. Ничего не брали, да? Бери. Валик валит. Все поправляем. Сейчас подушечка. Там подушка есть. Дай, пожалуйста. Под столом. Мальчик, масло. Мальчик, давай, я побрызгаю, тебе не получается. И давно у тебя? Мне надо прилочиться просто. Чебельку. Хорошо, начнем с ножом. Как удобно. Синяки. А синяки ты поставил? Нет, не я поставил. Я думаю, это от тренажеров каких-то тренажеров. Либо может... Может, может. Кто его знает. Ну и такие вопросы стараемся, знаете... Не задавайте лишних вопросов. Потому что потом это может обернуться против массажиста. Не пойдет на массаж человек? Ну, может возникнуть конфуз какой-то. Например? Например. Например, бьет. Кто побьет? Кто? Муж вдруг бьет. А вот какой-то вопрос задаваешь ей. Ну, она поделится с тобой. Бьет. А ты ей скажешь, бьет, значит, Люмин. Ну, успокойся сразу. И успокойся. И не бери дурного в голову. На массаж Денина Эльбе хорошо. Да. Кормит, свой надевает. С женой называет. Так что все нормально. Холодные. Ну, вернемся к стопам. Спасибо. 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 Слышно. Послышно. Послышно. Вот здесь немножко. Хорошо. Большого труда стоит говорить и делать высокоинтенсивный массаж одновременно. Массаж 1000% помогает для сна и для восстановления спортсменов и обычного человека, правильно? Да, это все хорошо. Хорошо, конечно, это все в комплексе. И на себе я чувствовал, пробовал, могу сказать, что это не втюхивание, да? Что это не втюхивание, что это реально работает, реально помогает. И восстановление в разы улучшается при хорошем спортивном массаже.